Продолжение следует... 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 Такие, как, например, голодовку. За налоговую политику вроде бы отвечает Министерство национальной экономики, как и за налоговый кодекс, еще Министерство юстиции. Скорее всего, им следует напомнить, что именно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал в плане нации «100 конкретных шагов». Обсудить тему нашей сегодняшней программы к нам в студию пришли частные судебные исполнители исполнительного округа Астаны Бауржан Джумабаев и Жанат Дырымбаев. Господа, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Знаю, что непростая ситуация у нас сейчас сложилась у частных судебных исполнителей. Вот как-то можно ввести в курс дела? Да. Ну, хочу начать с того, что с нас налоговый комитет хочет взыскать от 3% аукционный сбор. Что такое аукционный сбор? Чтобы было людям понятно. Аукционный сбор – это когда по решению суда мы реализуем имущество должника. Мы выставляем, подаем заявку для того, чтобы его реализовать по оценочной цене. При реализации этого имущества судебный исполнитель после реализации оплачивает, скажем, доход. Сумму, принуждающую изыскателю, мы перечисляем основную сумму изыскателей и оттуда удерживаем 3% свой доход. Это в пределах, скажем, 10 тысяч МРП. Это в законе установлено. То есть вы реализовали объект, имеете право получить оттуда 3%, но сумма общая окончательно не может превышать какую-то сумму. Да, 10 тысяч МРП не может. Вот 22 миллиона тенген. Да. Именно начнем с того, чтобы людям было понятно, почему это незаконно, мы считаем. Потому что, скажем, вот живой пример у Жаната. Он по решению суда, это исполнит решение суда, входит обязанность судебного исполнителя. То есть он исполняет решение суда и реализует это имущество. Сумма реализации была 6 миллиардов тенген. Вы продали какой-то объект? Да, я продал в целях исполнения решения суда имущества должника на 6 с чем-то, я уже цифры не помню, 6 лишних миллиардов тенге. Из них я, согласно постановлению правительства, удержал оплату деятельности своей в размере 3%, но не выше 10 тысяч МРП. Получается, я заработал 22 миллиона, из них сразу оплачиваю 10% сумму, равную 10% от этой суммы доход государства, индивидуальный подоходный налог. Получается, я заработал 19 миллионов 800 тысяч тенге, но при этом хочу особо обратить внимание, что как у других предпринимателей, у нас не учитываются расходы по содержанию конторы, зарплатный фонд, допустим, бензин, канцтовары. Получается, мы оплачиваем ИПН от реальной суммы, которая поступила на мой личный счет. В данном случае 3% аукционного сбора, если исходить из логики органов госдохода, это получается свыше 200 миллионов тенге. Вы должны заплатить? Да, я должен заплатить аукционный сбор. Но при этом хочу отметить, что вопрос аукционного сбора возникал у частных судебных исполнителей постоянно. Мы обращались с компетентными органами с разъяснением, являемся ли мы действительно платильщиками аукционного сбора. И у нас есть письменные ответы с выполномоченных органов, что частные судебные исполнители не являются платильщиками аукционного сбора. Также я хочу обратить внимание, что уведомления налогового органа о плате аукционного сбора начали поступать с 2017 года. А мне лично поступило в 2018 году, когда из налогового кодекса эта норма закона исключена. То есть налоговый комитет хочет с меня взыскать аукционный сбор уже по утратившему силу закона. Мы обращались в суды. Изначально у всех 99% судебных исполнителей, частных судебных исполнителей Республики Казахстан, решение первой инстанции, 99% признало уведомление налогового органа незаконным, что мы не являемся платильщиками аукционного сбора. В моем случае применили статью 77 Конституции Республики Казахстан о том, что закон обратной силы не имеет, так как ныне действующий налоговый кодекс, он улучшает мое положение. То есть должен применяться статья 77 Конституции Республики Казахстан. Я не являюсь платильщиком аукционного сбора. У меня вопрос такой. Мы начали аукционный сбор и все остальное. Требования чего? Какой госорган выдвинут такие требования? Налогового комитета. Налогового комитета? Слушайте, ну вот только что, допустим, на 6 с лишним миллиардов вы реализовали, грубо говоря, какое-то здание продали. Все, заработали 6 с чем-то, ну то есть вернее сумму. Общую сумму. С этих 6 с лишним миллиардов вы получаете максимальную сумму 22 миллиона тенге. Вот теперь требование заплатить 3% от 6 миллиардов. То есть налоговый орган, мы, конечно, их пригласим, потом еще узнаем. Единственное, не абсурдно ли требовать человека в 200 миллионов тенге, когда он заработал всего 20? Это полный абсурд. Даже в Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан есть принципы. То есть это разумность и справедливость. То есть исходя от разумности, это неразумно, когда человек... Ну здесь нет неразумности и несправедливости, по-моему. Да, неразумно и несправедливо. Но никто нам прямого ответа не дает, почему мы должны неразумно это платить. То есть нет ответа. Только обязанность оплатить этот налог. Несмотря на то, что это неразумно. Извините, перебью. Тут можно сказать, что суды исходят из буквы закона. В законе, как мы уже говорили, мы относили... Раньше в налоговом кодексе, в 465 статье было написано, что аукционный сбор не облагается органами исполнительного производства. А когда частных судебных исполнителей вообще передавали, менялась подвинственность из Верховного суда в органы юстиции. Закон, внести изменения, было написано органы юстиции. То есть тут пробел немножко получился. Законодатель, наверное, не хотел из этого сказать, что только государственный судебный исполнитель освобождает от аукционного сбора. Вот из-за этого пробела в законодательстве мы оказались сейчас на сегодняшний день в такой ситуации. Такой законодательный коллапс. Просто очень интересно. Я понимаю, что вы, в принципе, не бизнесмены, но даже если перенести это все в русло бизнеса, ни один бизнес не ставит себе в убыток работать. Конечно. Сейчас вот какая ситуация, получается, просто частных судебных исполнителей не будет у нас? Ну, получается, ну, никак не будет. Есть на сегодняшний день порядка 1700 судебных исполнителей. Частных? Да. Где-то 500 из них подпадают под этот аукционный сбор. А, какая-то часть попадает. Да. Ну, в связи с тем, что в 2018 году внесли изменения законодательства, теперь судебные исполнители не будут оплачивать аукционный сбор. Это уже ясно, потому что в законе это прописано. Но здесь вопрос стал о том, что именно профессионалы же выставляют те, которые довели до логического завершения исполнительного производства. То есть реализовали, если денежных средств для взыскания нет, он должен путем обращения в суд обратить взыскание имущества, которое есть, чтобы реализовать и взысканную сумму передать взыскателю. Здесь, получается, именно профессионалы, которые знают, как работать, как довести свою работу, подпадают под этот аукционный сбор. А нынешние, ну, остальные, скажем, 1200 человек, которые не подпадают на аукционный сбор, ну, это элита, я скажу. Вот элита, которая работает давно достаточно и свою работу хорошо знает. Но это вопрос к тому, что кто у нас будет работать дальше. То есть какой у нас коллектив останется, если основная масса, которая знает свою работу и умеет, она уйдет. Ужан, вот еще раз для меня, пожалуйста, ну и для зрителей, вот с чем связана такая избирательность, допустим, 500 человек попадают, а 1200 не подпадают? Потому что именно те, которые выставляли на аукцион. Это те, которые завершили до логического суда, ну, то есть они резиденцировали имущество и исполнили решение суда. Ну, получается, что просто исчезнут люди, которые захотят выставлять это на аукцион? Нет, исчезнут люди, которые знают от и до своей работы. В 18-м году эта норма исключена уже, нет понятия аукционный сбор. То есть когда законодатель исключил эту норму, я не знаю, наверное, чем-то руководствовался, наверное, не было необходимости в связи с тем, что эта норма не работает. Эту норму исключили, эту статью из налогового кодекса. Также я хочу добавить, что мы... То есть вас сейчас требуют оплатить за старые дела? За старые дела, да. Все, что случилось до 2018 года? Да, да, да. То есть норма права, она утратила силу, но почему-то в отношении нас не применяется норма Конституции, которая улучшает наше положение. Ну, у меня была бумага, я сейчас, наверное, там оставил. Там налоговый комитет, я сейчас не помню, как он дословно называется, там дает разъяснение. Там одно физлицо, которое работает через ИП, она тоже какую-то декларацию не сдавала. В 2017 году здесь задается вопросом, применяется ли либо эта норма права. Но налоговый комитет почему-то в отношении их применяет этот нормативный правовой акт, это 43-я статья нормативного права акта, ну, закон о нормативных правах актах, и улучшает ее положение, в связи с этим она говорит, что вы не обязаны. Применили. Да, применили в отношении... То есть опять же избирали. Да, избирали. Кому-то применяют, кому-то не применяют. Уполномоченный орган занимается здесь трактовкой, которая в законе вообще... Недопустима. Недопустима. Ну, то есть ситуация складывается такая, что, допустим, 1700, ну, вы сказали, судоисполнители, 500 из них могут просто отказаться работать. Да. То есть вся вот эта нагрузка лежит на... Более того, да. Более того, вот из 500, которые попали под аукционный сбор, допустим, у каждого есть контора. Да. В конторе у каждого, вот, допустим, трех до десяти помощников. Это вчерашние выпускники, где их нигде не берут на работу, в связи с отсутствием стажа работы. Вот, как мы говорили уже, допустим, проработав у нас помощником год-два, тот же вчерашний выпускник может открыть свою контору, либо устроиться куда-то в другое место юристам. То есть я хочу этим сказать, что мы обеспечиваем рабочими местами, как любой другой бизнес, хотя мы не относимся к предпринимателям. Но мы платим такие же налоги, открываем рабочие места. В то же время у нас сегодня прозвучала статистика, что за 10 месяцев текущего года частными судебными исполнителями Республики Казахстан взыскано доход государства 10 миллиардов тенге в доход государства. Миллиардов. Миллиардов. Сумма сейчас идет, я уже цифру разнятся, 7 миллиардов, да, по-моему, государство выставляет 7 миллиардов в аукционный сбор. То есть если нам дать исключить эту норму, то есть норму исключили, если нам применят статью 77 Конституции Республики Казахстан, и нас освободят от этого аукционного сбора, я уверен, мы в разы, в 10 раз больше принесем пользы для государства теми же рабочими местами, теми же взысканиями в доход государства. То есть миф о том, что частные судебные исполнители живут, что называется, в шоколаде, он как бы так остался мифом, да? Конечно, далеко не правда. Ну, у нас, как ранее говорил коллега, мы зарабатываем, но у нас есть расходы, которые... Мы 10% платим от общего, то есть поступления. Там мы не вычитываем содержание офиса, либо какие-то еще административные ресурсы, которые... То есть это все лежит на вас? Это все, да. Ну, даже зарплату, когда выделяем зарплату, это тоже за наш счет. То есть наши работники... Реальный доход, он другой. Да, наши работники, их не касается, допустим, если у кого-то 100 тысяч, у кого-то 150 тысяч, если я в этом месяце не исполнил на достаточную сумму, это их не должно волновать. То есть у них стабильная зарплата поступает. Все, я, допустим, заработал в этом месяце 10 миллионов, остальные три месяца у меня нет такого заработка, чтобы закрывать зарплатный фонд. Естественно, я со своих денег закрываю заработную плату своим рабочим. А, то есть у вас должна какая-то определенная подушка, чтобы потом закрывать свои расходы, да? Да, да. То есть и при этом, я так понимаю, что частные судебные исполнители у вас, в частности, ну, такого гарантированного ежемесячного дохода нет? Нет, нет, у нас гарантированное. Ну, мы самая финансированная организация, мы не получаем от государства никакой финансовой помощи, за исключением категории, это по элементам и заработной платы. Это в том случае, если только они проблемные, то есть проблемные считаются, когда они не исполняют решение суда. То есть нет реальной возможности исполнить решение суда. Только в этом случае, проработав определенную работу, которая утверждена в Министерстве инвестиции, только после этого мы можем получить определенную сумму. Но это тоже не превышает, по-моему, сколько, 15 МРП. Еще сейчас могу сказать, что с каждым годом идет снижение количества государственных судебных исполнителей. То есть растет количество частных судебных исполнителей. При этом уже государство получает, как бы, не доход, а сокращает расходы на содержание государственных судебных исполнителей. Это включая, допустим, зарплаты, офисы. Я еще хотел добавить, что в моем случае, когда мой взыскатель обращался в суд за правосудием, они оплачивают 3% от суммы, которую они выставляют должнику. То есть они выставили, подали в суд на должника на 3 миллиарда. Они уже 90 миллионов доход государства оплачивают госпошлину. Второй раз подали в суд на 3 миллиарда. Они еще раз оплачивают. Получается, государство из-за моего решения суда, то есть из-за решения суда моего взыскателя, уже получило 180 миллионов. Получается, почему я эти деньги должен был удержать со взыскателя, получается. Если бы мне сказали перед торгами, что я являюсь плательщиком аукционного сбора, я продал имущество с чем-то миллиардом тенге, я удерживаю 200 миллионов из этих денег. Получается, взыскатель уже потерял 108 миллионов, я с них удерживал еще 200 миллионов. То есть, как коллега отмечал, тут нет никакой справедливости и разумности. То есть зачем взыскатель должен два раза платить государство за правосудие, можно сказать. Что ж, Балжан, Жанат, я благодарю вас за интересную беседу и желаю вам, чтобы ваша проблема в скором времени решилась. И чтобы вы очень скоро нам уже сказали, что все-таки разумность и справедливость на ней существуют. Спасибо вам большое. Спасибо. И на сегодня у нас все. Спасибо, что вы были с нами. Увидимся через неделю. Удачи вашему бизнесу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok